Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. А играть сегодня мы с вами будем в игру, которую мне прислал Нескаван. И называется она Астрокрип. И, конечно же, я взял эту игру на вооружение, потому что мало того, что она про космос, так она еще и про пришельцев. И что космос, что пришельцев я люблю одинаково сильно. Ну и к тому же в космосе никто не услышит твой крик о помощи. И, в общем-то, ребят, давайте немного начинать, потому что в этой игре мы будем играть за кровожадного пришельца, который истребляет человеческую расу. В общем-то, уже несколько подобных игр у меня было. И, конечно же, для полной коллекции будет еще и это. И вау-вау-вау! Известное высказывание Артура Кларка. Если кто не знает, кто такой Артур Кларк, это известный писатель-футуролог. А написано там было что-то в духе, есть два варианта развития событий. Либо мы одни во вселенной, либо не одни. И оба варианта одинаково страшны. В общем-то, ладно, давайте потихоньку начинать. И, собственно, я не вижу своего пришельца. Давайте посмотрим, что нужно делать. Ага, это такой своеобразный квест. И прошлые игры при пришельцах представляли из себя нечто подобное. Хорошо, окей, нужно отыскать пришельца. Где-то он спрятался, где-то он сидит. Возможно, в вентиляции или... Точно! Пришелец может быть в этом пакете для трупов или для мусора. Какой пакет это именно? Вот это загадка. Ладно, пускай это будет пакет для мусора. И пришелец сидит в мусоре. Да нет, конечно же, там лежит мертвый астронавт, которого мы видели на заставке. И в астронавте сидит пришелец. Это матрешка. Инопланетная матрешка. Да, пришелец действительно там. И это опять маленький червячок. Почему всегда, когда я играю в игру флеш-группы пришельцев, там всегда пришелец изначально представляет из себя червячка? Ладно, теперь я понимаю, нужно отсюда как-то выбраться. И вообще, я нахожусь сейчас на Земле или на космической станции? Вот это неизвестно. Ладно, разберемся. Ну, пожалуй, я выберусь через вентиляцию. Да, через вентиляцию я не выберусь. Может быть здесь? А, таким образом я включаю и выключаю свет. Да, точно, сначала нужно было подняться по лампе. Хорошо, пришел еще один чувак. Ну, почему-то ты... Ты глуп. Ты же видишь, что из скафандра вырвалось что-то очень большое. И судя по размерам этого космонавта, это был ребенок-космонавт. Почему у него такая маленькая голова? Зачем вы отправляете детей в космос, подлецы? Ладно, давайте попробуем захватить и его теперь. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. О-о-о! Эй! Е-е-е-е-е-е! Я думал, я думал, черт возьми, я прыгну и прогрызу тебе мозг. Нет, этого не получилось. Ладно, значит будем действовать теперь немного иначе. Вылазим, залазим. И все-таки я буду использовать... Запрыгивай. Все-таки я буду использовать вентиляцию для своего спасения. Ага! Так не получается, он обжигается из-за того, что лампа горячая. Логично, хорошо. И теперь вентиляцию. По вентиляции не получается запрыгнуть. Свет выключается, включается, он никак не реагирует. Ну, значит пойдем сюда. Смогу ли я выбраться? Давай-давай, червячок, не подведи, ты должен отсюда убираться. Да! У-у-у, первый уровень пройден. Шикарно! Теперь нужно выбрать путь. Ну, давайте пойдем направо, ведь я не левый, а правый чувак. Так что, право, выбираем право. Хотя, наверное, будет от этого как-то зависеть сюжет, вероятно. Если здесь будет несколько вариантов сюжета, то это будет очень-очень круто. Потому что обычно в подобных играх он только один. Ну, давайте вызовем лифт. А лифт не вызывается. Нужен, видимо, секретный код, судя по этому замку. Ладно, значит, все-таки вариантов будет не два, а нужно двигаться налево и где-то добывать код. Либо как-то эту дверь открывать. Ну, давайте посмотрим. Так, что у нас здесь? Ресепшн. Хорошо, ресепшн. Что у нас на ресепшне? Здесь тоже все закрыто, никак пробраться нельзя. К тетке тоже? Значит, нам нужно вот сюда. Нет, и не сюда тоже. А куда? Стопэ, стопэ, стопэ. Что-то я ничего не понимаю. Нет, нет. В эту дверь тоже никак не пробраться. Сюда тоже нет. Никуда не запрыгнуть. Хм. Что-то, что-то, что-то. И вообще больше выделенных так очевидно объектов я не вижу. Значит, двигаемся обратно. Там, значит, я что-то упустил? Или опять в лабораторию? В лабораторию смысла идти нет. Там мужик. Хм. Тогда я вообще ничего не понимаю. Что-то, что-то я не замечаю. Давайте попробуем все-таки через вентиляцию, а? Может, что и получится? Но на чувака нападать смысла точно нет. Хотя, хотя, ребята, может быть, на него можно напасть, если не будет света. Может быть, тогда он ничего не заподозрит. Давайте проверим. Нет, свет автоматически включается. И это тоже не работает. Окей. Окей, окей, окей. И чувак оказался все-таки довольно-таки умным. Хм. Хм. Так, ну, делаем все теперь быстро. Давай, заходим. Отсюда выберемся. Пойду опять направо. Что-то я, видимо, не заметил. Может быть, здесь что-то я не заметил? Нет, только вентиляция, лампа и чувак. Ну, мы выбрались наверх. Пришел чувак. Можно взаимодействовать с ним, но смысла в этом нет. С лампой взаимодействовать... А может быть, с лампой? Нет, с лампой больше взаимодействовать тоже нельзя. Значит, все-таки убираемся. Здесь ничего не работает. Значит, эту комнату нужно покинуть, по крайней мере, сейчас уж точно. Двигаемся направо. Решаем вопросы с правыми, ребятами. Такс. Ну, опять, смотрите. Замок, лифт. Лифт не работает. Нажать никуда нельзя. Попасть никуда нельзя. Меня это потихоньку начинает смущать. Либо я такой тупой, что не замечаю очевидных вещей, либо действительно... Я такой тупой, что не замечаю очевидных вещей. Хм. 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 Может, как-то здесь можно проползти. Но здесь, смотрите, замок... На него можно хотя бы нажать. Но все равно, это ни на что не влияет. На ресепшене нужна, полагаю, какая-нибудь карта, чтобы пройти. С теткой тоже никак не получается ничего сделать. Странненько все это. Очень-очень странненько. Ничего не вижу, ничего не понимаю. Лифт не вызывается. Стало быть, все-таки нужно действительно, может быть, открыть дверь. И потом что-то изменится. Нет, ничего не изменилось. Эм. Эм. Дверь все еще закрыта. Зайду еще раз сюда, перепроверю. С чуваком. Только с чуваком. Они как-то... Хотя... А отсюда? Отсюда нет. А никак нельзя с планшетом что-то сделать, а? Нет, только сразу с чуваком. Здесь тоже ничего. Вентиляция тоже не работает. Открутить ее. Стоп. Стоп. Вот оно что. Охренеть. Охренеть. Это болтики. И болтики нужно было откручивать. Да ладно. Да ладно. Я и подумать не мог, что... Офигеть. Ну ладно, окей. Я тупанул. Хорошо. Окей. Вниз двигаться нет смысла. Двигаемся, двигаемся налево. Там был ресепшен, там была женщина. Возможно, я смогу захватить ее мозг. И прогрызть его. И там будет гнездо. Нет, здесь тупик. Хорошо. Тогда бы я смог отложить у него в мозгу личинки. И нас бы стало больше. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Значит, все-таки направо. Нужно двигаться направо. Выбираем путь. Оу. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу. Так, на что... На что влияет вентиль? Пока не совсем понятно. Ладно, давайте попробуем направо пройти. Вентиль я переключил. Хм, нет. Еще раз направо. Оп, наверх. Понятно. Просто нужно экспериментировать методом тыка. Шикарно. И опять наверх. Ааа. Ааа. Хе-хе-хе. Путаюсь, путаюсь, путаюсь. Ладно, хорошо. Ползем. Теперь переключаем. И ползем сюда. Нет. Нет, нужно как-то пробраться. Ты-ты-ты-ты. Ааа. Меня это сводит с ума. Назад. Стоп. Хе-хе-хе. Путаюсь, путаюсь, путаюсь. Ненавижу подобные загадки. Ненавижу подобные головоломки. Окей, нам нужно как минимум туда. Или нет? Ааа. Вот оно. Уу. Сработало. Сработало. Просто методом тыка я понял, куда идти. Шикарно. Шикарно, шикарно. Хотя наверняка этот указатель что-то дозначил. Так, дальше у нас есть чувак. У него есть туалет. Он есть. Открыть здесь ничего нельзя. Оба, она открыта. Давайте откроем. Ну, я полагаю, можно запрыгнуть на него и... Нет, да ладно. Ну, опять ты это сделал. Значит, я прыгну в унитаз. Я прыгну в унитаз и через унитаз залезу в него. Ну, вы понимаете, да, через что я залезу в него. Это должно сработать. Да ладно, я что унитаз-то нажал? Возможно, это то помещение, которое было закрыто и в которое я пытался попасть. И нужно открыть его, потом вернуться назад. Ага, назад вернуться нельзя. Вот, 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 да, сработало. Ну и теперь... Привет, чувак! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что такое? Что такое? Обижал меня, обижал. И теперь эволюция. У-у-у, шикарно. Фух. Теперь мой монстр стал, наверное, мощнее. Давайте откроем дверь, выберемся отсюда и отправимся на ресепшн. Да, все пока у меня получается. Хотя, возможно, где-то и потупливаю. Так, ну, мой монстр выглядит определенно лучше. Кстати, я буквально два дня назад пересматривал нечто. И там как раз-таки был пришелец, который мог принимать любую жизненную форму. В общем, это довольно страшный и крутой фильм ужасов. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите нечто. Так, здесь тоже ничего. Значит, можно на... На ресепшн здесь тоже ничего. Следовательно, мне нужно вернуться обратно сюда. И тут с чем-то взаимодействовать. Ну, убить этого чувака, я полагаю. Теперь-то я смогу что-то сделать. Да, я его отравил и получил медицинскую карту. И я могу эволюционировать в разных животных? В разных пришельцев? Ладно, ребята, давайте сделаем так. Если игра вам понравилась, вы захотите увидеть продолжение, тогда мы выберем другой путь. Сначала я стану ктулху. Если вы захотите увидеть, что будет, если я стану вот этим чуваком, ставьте лайки, выпущу продолжение, где я становлюсь этим чуваком. Ну, а пока мой выбор это ктулху. Да, хочу быть ктулху. Ха, блин, выглядит он странно. Ууу, я маленький ктулху, посмотрите на меня, я пришелец. Ууу. Так, сейчас я пробегу снизу, да, можно использовать карточку. Шикарно, и дверь открыта. А может быть с ней... Ааа, что это такое? Она-то убить меня точно не сможет. Я захватил ее разум? Жестко, 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 жестко И теперь я смогу... Вот оказывается, что нужно было сделать Блин, а я не знал, наверняка и дальше не пройдешь без этого Но, блин, хорошо, что я натыкал и получилось Окей, двигаемся дальше Получеловек, полупришелец Обожаю мутантов, нет ничего круче мутантов Такс, 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 такс Что у нас здесь? Да, я женщина, я была на ресепшене Пожалуйста, откройте мне Я хочу двигаться дальше Я хочу заниматься обслуживанием и другой станции Пустишь меня? Стоп, я вообще, получается, могу захватывать разум? Рука! Ууу, давайте Да, откроем Понятно, и у меня есть еще одна карта Прикольно, прикольно, прикольно Интересно, что было бы, если бы я стал ктулху? Наверняка у меня были бы какие-то другие способности Но так как... Ой, точнее, если бы я стал другим чуваком Но так как я ктулху Способности у меня именно интеллектуальные Я захватываю разум человеческий Так, шесть часов прошло Шесть часов спустя Что же будет шесть часов спустя? А-а-а-а-а! Вот оно что! Теперь я захвачу, получается, всю станцию И все станут такими же пришельцами, как я Понятно, понятно, понятно Все оказалось на самом деле Немного проще, чем я думал Но тем не менее, вот так вот Ну, а с вами был Терпет, мой лижи Александр Большое спасибо за внимание, друзья За просмотр до новых встреч всем удачи и всем пока пока это было классно пока